Добрый день! Вы смотрите очередной выпуск программы канала Горчаков ТВ в студии Эльзы Мелкумова. Сегодня дипломатические отношения России и США переживают не самые лучшие времена. Никто уже не вспоминает по предложенному Обаме перезагрузку. Когда приходится тяжело официальной дипломатии, может ли ей прийти на помощь дипломатии экономическая? Сегодня у нас в гостях президент Русского центра в Нью-Йорке Елена Брэнсон. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Дипломатия экономическая всегда работала во все времена, но сегодня, в сегодняшние времена, это совершенно другая ситуация. Это стереотипы холодной войны превалируют, и человек, который борется с ними, сегодня в Соединенных Штатах является диссидентом. Поэтому сегодня мы пытаемся работать больше с гражданской дипломатией, чем с экономической. Многие мероприятия были перенесены на следующий год. Российская инновационная неделя была перенесена на следующий год. Некоторые форумы были перенесены на следующий год. Поэтому мы сейчас пытаемся работать скорее гражданской дипломатии, чем экономической. Ваш центр также проводит международные экономические российские форумы в Нью-Йорке. Какие идеи появляются на этих форумах? Они как-то влияют на российскую экономику, возможно? Да, в прошлом году мы провели четыре форума. Два из них были крупные форумы. Один был общий экономический форум, мы занимались проблемами регионов, российскими проблемами. Он привлек большое внимание, и к нам обращались очень много инвесторов, но это было еще до ноября прошлого года. В этом году ситуация немножко изменилась, но все равно очень много обращений сегодня к нам со стороны бизнеса американского, которые, несмотря на все то, что происходит, хотят войти в Россию сегодня, потому что они считают, что очень много интересных возможностей появляется в таких ситуациях. В нашей программе мы уже поднимали тему русских и русскоязычных в США. Как они могут доносить объективную информацию о России до американского общества? Существует достаточно широкий спектр возможностей. Мы проводим конференции, мы проводим круглые столы. У нас есть информационный ресурс, мы это делаем через веб-сайт, через фейсбук, через твиттер. Наш информационный ресурс называется Russia Times, на котором мы представляем экспертную оценку, на котором мы делаем бизнес-диджест, делаем политические новости, ставим. И сейчас собираемся открыть рубрику историческую, где мы будем рассказывать про историю России, про историю российско-украинских отношений и российско-американских отношений. Мы прилетели в Москву для участия в организации Международного русско-американского форума. Можно ли вы назвать продолжением того форума, который имел место в Вашингтоне? Да, в Вашингтоне в этом году проходил 34-й международный русско-американский форум. И в этом году первый раз он проводится в Москве, потому что многие не смогли приехать в Вашингтон из-за санкций и из-за других проблем, которые существуют. Этот форум прошел очень хорошо, мы очень рады, потому что мы обсуждали. Мы не говорили о том, кто виноват, мы говорили о том, что нужно делать. Мы обсуждали положительную поездку дня. И мы надеемся, что этот форум будет проходить в Москве и теперь тоже ежегодно. Очень интересная ситуация складывается сейчас в Международной арене и в американском обществе, потому что меньшинство политической элиты американской поддерживают Россию, как Вы понимаете. Но все равно на сегодняшний день есть пять сенаторов, которые поддерживают российские действия на международной арене. И мы им были очень благодарны за это. Один из них прислал своего представителя, который выступил и рассказал об этом на форуме. Я благодарю нашу гостю за участие в программе. Спасибо. Спасибо большое. С Вами была Эльза Милкумова. Смотрите программы канала Горчаков ТВ. Продолжение следует...